Олег Муратов Поэтому не понаслышке знают, чему в первую очередь необходимо уделить внимание, казалось бы, на первый взгляд, в благополучном Приморском районе. Почему я иду в город, иду по этому округу, потому что практически я проживаю в этом округе. Я проживаю на проспекте Шевченко, мой дом выходит в парк, и часть домов там тоже выходит в парк. Наш округ, он немножечко разный, поэтому сегодня я знакомлюсь с проблемами этих людей. Этот сюжет не случайно выходит с субтитрами. Его будут смотреть люди с ограниченными возможностями общества глухонемых, проживающие по улице Сигецкой. Это первая встреча Олега Муратова в ходе его избирательной кампании. Он уверен, сперва надо уделить внимание людям, которые остро нуждаются в нём. А это общежитие, как и ряд подобных ему, требует немедленного капитального ремонта и желательно до наступления зимы. Проблем на самом деле очень много, начиная от крыши, кончая буквально каждой комнатой, у каждого свои проблемы. Но есть общие проблемы, которые касаются всего общежития. В первую очередь это крыша, это коммуникация, это море, море проблем. Это вопрос крыши, это крыша, это самый больной у нас вопрос. Я верю этому Олегу Михайловичу. Он не подведёт. Дал слово. Значит, я уверена буду, что это всё выполнится. И коммуникации тоже. И дай Бог Олегу Михайловичу здоровья и всех благ. Спасибо. Я точно не подведу. Спасибо. На встрече кандидат в депутаты в Одесский городской совет подписал договор с жителями общежития о содействии с его стороны в решении коммунальных проблем. Работать договор будет даже в том случае, если результаты выборов будут не в пользу Олега Муратова. Хотя, конечно, если быть искренними до конца, согласитесь, лоббировать интересы избирателей с депутатским мандатом куда проще, чем без него. В данном случае я вижу решение вопроса не только этого общежития. У нас в городе несколько таких общежитий, которые обслуживаются украинским обществом глухих, украинским обществом слепых, другими организациями людей с особенными потребностями. Я именно так это называю. Не называю их никак по-другому. В данном случае я считаю, что это задача, это вообще святая обязанность нас, власти, подставить плечо этим людям. Олег Муратов перед началом избирательной кампании провёл анализ и социологический опрос пожеланий непосредственно от жителей округа. Кроме улучшения жилищных условий по своему округу, Олег Муратов намерен завершить к 1 сентябрю 2017 года строительство школы-недостроя по улице Маршала Говорова, а также ввести в эксплуатацию детский сад на улице Сегетской, о планировании которого многие уже успели позабыть. Я прошу людей только об одном. Я даже не убеждаю их проголосовать за себя, а просто прошу, чтобы они пришли на выборы. Пришли, не оставались в стороне, потому что если они будут думать, что за них этот выбор сделает кто-то другой, ничего не поменяется. Каждый из нас, как бы трудно не было, должен сделать свой выбор. Я Олега Михайловича знаю несколько лет, и когда он был зав. управлением экономики, его был госадминистрацией, и он такой доступный человек, демократичный, такой он всегда старался выслушать, подсказать, показать, как, допустим, нужно сделать и как. И очень хочется надеяться, что будем работать и не только, может быть, даже и в агросекторе, какие-то создавать предприятия фермерские европейского уровня. Олег Муратов не случайно идёт в состав местного собрания от партии «Солидарность» блока Петра Порошенко. Уверен, за этой политической силой определённое будущее. Но оценивать свои шансы на выборах он не решается, поскольку в этом случае главный судья – избиратель. Единственное, в чём абсолютно точно убеждён Олег Муратов, с его опытом главного экономиста области, будет проще преодолеть подобные трудности и на уровне города.